15 секунд до нового сезона. Ну что, мы вместе с тобой прошли путь от первого сезона и уже до седьмого. Мы вместе с тобой с самого дна поднимались, поднимались до этого момента. Ну что же, игра будет перезагружена, начинается новый сезон. Незабранные награды будут получены автоматически. Ни хрен там они будут получены автоматически, у меня там есть некоторые награды, которые я не смог получить. Поехали, ребята. Новый сезон стартовал. Я надеюсь, в этот раз разработчики меня не заскамили, как в прошлый раз. Где он? Где сезон? Ты что, серьезно, меня заскамили на сезон? Серьезно, я только сейчас вступление хотел записать нормально. Разработчики заспамили меня еще 3 часа тупо. О, загрузочка пошла, что-то идет, что-то идет, что-то есть. Седьмой сезон начался. Эксклюзивный персонаж Рэндальф. Два персонажа, 41 скин, без рекламы, 100 алмазов и задание только для золотого пропуска. Вот, ребята, наш новый персонаж. Да, наконец-то. Конечно же, забираем этот пропуск, конечно же, забираем этот пас. Естественно. Давай. Наша топовая анимация. Уже сколько раз мы ее видели, ребята? 7 раз. Офигеть. Кстати, в игре он выглядит очень прикольно. И у Рэндальфа есть свое прикольное описание. Рэндальф фокусник. Уехал из Сибири работать в одно из казино мистера Козволл. Клянется, что в его семье есть магическая традиция и что его кузены работают на Санта-Клауса. В общем-то, вот этот вот волшебный, так сказать, персонаж, который возит, так сказать, санки Санта-Клауса в места, где он доставляется ей подарки. Прикольно. Смотрите, вот его еще иконочка снизу. Прикольная такая, да? Вообще, персонаж выглядит интересно. Ну, для золотого пропуска это самое то. Я, если честно, думал, не так он будет выглядеть, но выглядит именно так, как я себе представлял. И большинство из вас тоже. Очень похож на тот концепт, который рисовали. Давайте посмотрим теперь на золотой пас. Забираем нашего перса. Ребята, есть! Просто фуловый аккаунт, все персонажи. Вот только посмотрим сейчас на скины. Очень интересно. Рэндальф прибывает на сцену. Шикарно просто. Мне кажется, это лучшее, что могло случиться сегодня просто. Ну, не считая новой карты. Новая карта, это просто имба. Так, ребята, наконец-то у нас обзорчик нового сезона. И, конечно же, как уже сложилось по традиции, в первую очередь у нас на втором уровне идет бесплатный секретный персонаж. Так, или если не персонаж, если у вас фуловый аккаунт, как у меня, если все обычные персонажи, вы получаете любой рандомный обычный скин. Вот и все. Как компенсацию вместо вот этого персонажа. Так, смотрим. Турист. Побег в горы. Первый скин у нас на третьем уровне. Так, он платно идет. Интересный скин такой, прикольный. Это костюм или это просто шляпка? Это шляпка. Интересно. Так, а ну что? Походной рюкзак. Это, получается, они вместе идут. Что внутри? Шампуры, палатка, орудие убийства. Типа вопрос такой, да? Ну, вряд ли олень мог кого-то убить. Олень это вообще мирный. Ух ты, нифига! Че? Снеговик? Снеговик это только мне так холодно. Ни хрена себе, он полбашки ему закрывает. Это прикольный, кстати, скин. Реально. Будет вот где у нас там полярный такой, знаете, пик типа, там где снег. Вот можно будет толпой побегать именно в снеговиках. Офигенный скин, прикольный. Реально в класс. Дальше у нас идет. Венок. Пусть праздничное настроение всегда будет с вами. Да, вот как раз-таки снеговик и венок. Это прям в тему будет. Дальше у нас идет. Дымоход! Что? На голову можно напялить дымоход. В таком наряде Санта обязательно вас заметит. Не только Санта, мне кажется, любой вообще убийца, или если вы будете играть на убийце, и где-то в кустах спрячетесь на зоопарке, вас по-любому заметят с этой шляпой. Дальше идем. Пижама. Открывать подарки и разгадывать тайные сутра пораньше. Вот, кстати, крутая шапочка. Прям такая наискосочек. Такая, знаете, хип-хоповская новогодняя. Классная шапочка. Мне нравится. Вот это прикольно. Мне будет интересно посмотреть, на каких персонажах, как она будет выглядеть, эта шапуля. Так, дальше идем. Алмазики. Опять бесплатный персонаж. Топор. Топор дровосека. Можно рубить деревья или выламывать двери в гостиницах. Ну да, ну как бы намекают на то, что, типа, этим орудием можно было совершить преступление в отеле подозреваемых. Как вы видите, даже скины здесь, даже предметы напоминают нам о том, что что-то случилось в отеле, либо в особняке. И, возможно, это как-то причастно именно к этому преступлению. Возможно, это улики. Лесоруб. Я лесоруб, я лес рублю. Я ночью сплю, а днем слежу. Прям целый стишок разработчики тут написали на русском языке. Шапочка, кстати, тоже прикольная. Вот головные уборы здесь самое то. Вот на зиму, вот самое шикарное. Дальше идет у нас праздничная кружка. Вскрасит попытки раскрыть убийство холодными ночами. Дальше идем, ребята. Алмазов 25, опять же-таки, у нас забираем. Так, а, кстати, эта шапочка была, эта кружечка, вернее, была бесплатной. Дальше идем. Пряничный человек. Знаете того из особняка? Мне кажется, что лучше бы назвали его просто пряник, типа, и все. Вот пряник и все. Или человек-пряник. Вот что-то такое. Пряничный человек как-то не особо звучит. Но сам скин крутой. Дальше у нас идет сладкая палочка. Никогда не знаешь, когда захочется подкрепиться. Сладкая палочка прикольная. Дальше идем. О-о-о-о! Вот это прикольно! Праздники! Такой ли уж тайный этот Санта? Это, кстати, как я понимаю, эксклюзивный скин, конкретно вот именно на Рэндальфа. Потому что он четко на него именно сейчас становится. То есть это его эксклюзив. Посмотрите, как прикольно. Вот со снежком на голове. Вот-вот в этом скине этот персонаж выглядит классно. Он прям идет. Ему даже не надо никакие другие скины, вот только вот те, которые в этом пассе. Потому что это чисто новогодний персонаж, и для него только новогодние скины подходят, как мне кажется. Вот и все. Дальше идем. О-о-о! Снежный шар! Встряхнешь головой, и снег пойдет. Мне вот единственный вопрос. Вот эта редкость у него редкая. Но есть ли у него какая-то анимация, когда вот он двигается или бегает? Не знаю. Но это мы узнаем, когда он уже у нас появится на девятнадцатом уровне. Дальше у нас идет декоративный шарик. В лесу звенела елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Что-то надо было дописать, так сказать, разрабам. Так, Гринч, ребята. Этот я ждал просто очень сильно. Это прям имбовый вообще скин. Ненавистник праздников. Позеленел от ненависти. Но это Гринч, ребята, если вы не знаете. Это Гринч, похититель Рождества. Крутой скин. Мне кажется, что это прям, ну, вообще лучше было бы его сделать даже легендарным, мне кажется. Он очень круто выглядит. Но если он эпический, то тоже классно, потому что он будет в пропуске, и это очень круто. Дальше у нас Сани, ребята. Олени в комплект не входят. Ну, то есть, хейтеры Сани Слон в комплект не входят. Вы поняли. Дальше идем. Лучший костюм прошлого, настоящего и будущего. Ну, я так понимаю, это, типа, богатей, так сказать, да? Точно скин не для меня. Я нищий человек. Дальше идем. Свеча. Вы наш гость, вы наш гость. Где убийцы, кто убит? Ну, то есть, это стандартные, обычные вопросы, когда мы находимся на голосовании. Вот эта вот свечка, да? И, типа, когда вас будут спрашивать, ты что, свечку будешь держать? Это скажешь, да, буду держать. И будешь держать. Дальше идем. Бесплатный скин, рождественский носок. Кажется, этот чулок надевается не так. Вообще-то, именно так он и надевается. Но он должен быть перевернут. В нем должны быть подарки, на самом деле. Которые мы ждем от разработчиков. Между прочим, разработчики, мы ждем подарки. Дальше идем. Щелкунчик. Если вам по зубам любое дело. Вот, кстати, крутой скин. Блин, а реально очень много скинов. Уже на этом, на 28 уровне до сих пор идут скины. Прикольно. Нормальный скин. Вот интересно только, на ком он будет классно смотреться. Мне кажется, что на фазе прям идеально будет. Хотя, посмотрим, когда выпадет. На кого выпадет, на того и посмотрим. Дальше. Барабаны. С этой штукой ночь никогда не будет тихой. Ну, естественно. Дальше у нас алмазы идут. Дальше. Эльф. Зачем такие уши? А это, чтобы убийцу лучше слышать. Ну, как вы понимаете, это отсылка на красную шапочку. Ну, и, в принципе, только в стиле эльфа. То есть, в стиле нового года или рождества. Так, ну, прикольная шапочка. Вот тоже будет прикольно посмотреть, на ком она будет. Вообще, новогодние скины, это что-то вот отдельное. Из ряда вон выходящая, прям вот необычная. Дальше идем. Чародейская палочка. И теперь козел исчезает. Ну, типа, мы маги, получается. Можно даже придумать какой-то контент с этим связанный. Типа, магиев с аспектом, что-то там. Фокусы там, да, что-то такое. Цирк Шепито. Так, фокусник из Вегаса. Это ваша карта? Тоже прикольно. Кстати, было бы прикольно, если бы этот скин каждый раз, когда ты перезаходишь в лобби, менялись именно карты. Да, там, бубна, например, бубни. Или там, черви и так далее. Ну, то есть, чтобы менялось. Или крести там. Было бы прикольно. Но сам скин классный. Кстати, в Фортнайте есть аналог такого скина. Очень прикольный. Дальше. У нас идет дальше повторение скинов. Ну, да, с 35-го. 35-й уровень, это, получается, последний. Ну, и, конечно же, эксклюзив, получается, на Рэндальфа. Давайте посмотрим до конца. Может быть, там что-то есть скрытое такое, чего мы можем не заметить. Ну, в принципе, тут все скины, которые... Да, до 55-го уровня у нас пас, в принципе, и дальше уже ничего нет. Ну, а теперь, ребята, посмотрите, как выглядит Рэндальф в катке. Как рамочка его выглядит. Блин, как круто. Давайте сразу же посмотрим на него скин вампира, если он не пропал. Да, не пропал скин вампира. Посмотри, как прикольно. А ну-ка, скин вампира. Не, ну, мне кажется, ему не подходит. Вот ему нет. Ему не нужны легендарные скины для того, чтобы быть крутым. Мне кажется, вот для него чисто вот скины из паса. Вот только новогодние, да, вот и все. Но у него не нужны легендарные скины. Это чисто новогодний перс, чисто под новогодние скины. А теперь давайте зайдем в катку вместе с моими подписчиками И посмотрим на геймплей этого персонажа Поехали На карте зоопарк, погнали Ну что, теперь поехали чекнем геймплей Рэндольфа Блин, все время хочется назвать его Рудольф Очень, потому что мы привыкли уже Олень, Рудольф и тут Рэндольф Ну как бы похожие имена, но все равно как-то Ну по-другому И всегда хочется назвать его Рудольф Почему они не назвали его Рудольф? Ну уже бы так бы, уже как концепт бы и был бы, да? Блин, а прикольный персонаж Да, выглядит интересно Ну, персонажи золотого пропуска всегда выглядят круто О, я думал рога будут мешать в траве А рога в траве не мешают Блин, вот так вот если бегать, типа, и мутить, получается, кусты То даже незаметно, что за персонаж бегает в этих кустах Реально, посмотри Да? Незаметно Не, ну вообще, напиши в комментариях, как тебе этот персонаж очень нормальный? Нет? Ну типа, как он вообще выглядит? Ё-моё, кнопка не работает Мы еще скинчики будем на него забирать новогодние, вот это вот все Камни, все вот это вот, блин, прикольно Вообще классно бегает, все вот это вот происходит Блин, я, конечно, бы еще, знаешь, что бы добавил бы сюда Какие-нибудь, знаешь, бы такие, ну я не знаю, типа, снежки Или елочку, игрушки, вот эти вот Вот чисто на эту местность, да? Чтобы можно было ее оформить как-то под Новый год Очень прикольно было бы Фази, где ты, сынок? Он бомбы расставляет Ух ты, нифига, ты чекай, какой дисбаланс Это нужно все эти, все бомбы разминировать А теперь посмотрим на дух Рэндальфа Посмотри, как выглядит прикольно Да, нормально, кстати Мы даже здесь за текстуры зайти не можем Потому что здесь уже поставили барьеры даже для призраков Чтобы баги вообще, то есть никто не юзал с текстурами Блин, а прикольно призрак выглядит Он почти ничем не отличается от того же Мелвина Чуть-чуть, да, вот цветовой гаммой какой-то И в принципе, вот он от живого не отличается особо Ну, выглядит прикольно В общем, если тебе понравилось это видео Не забудь поставить лайк Подписаться на канал И нажать на этот радостный колокольчик Чтобы ничего не пропустить Ну и, конечно же, в настройках игры Вводи самый топовый код автора Слоун Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун Всем спасибо за просмотр И увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok